Добрый день! Мы рады приветствовать вас на вебинаре компании Аксилот. Тема сегодняшнего вебинара – особенности автоматизации складов охлажденной и замороженной продукции. Напоминаем, что в конце вебинара вы можете задать интересующие вас вопросы, написав их в специальном окне панели управления. Также материалы данного вебинара вы можете найти на нашей страничке в YouTube или на сайтах axilot.ru – axilotlogistics.ru Сейчас проверим звук. Если вам нас слышно, нажмите, пожалуйста, на значок поднятой руки на панели управления. Как мы видим, почти у всех собравшись со звуком все в порядке. Если у вас все-таки есть проблемы, попробуйте решить проблемы в настройках своего компьютера или отключиться и опять подключиться к вебинару. Мы начинаем. Ведущий вебинара выступят менеджер по работе с ключевыми клиентами Завьялов Алексей, ваш покорный слуга, и ведущий консультант логистического направления Мантуров Сергей. Проекты, выполненные Axilot, занимают второе место в рейтинге 500 самых масштабных проектов по внедрению 1С-подприятия. Axilot входит в рейтинг топ-5 партнеров 1С, работающих на корпоративном рынке. Решение Axilot по складской логистике занимает первое место среди ВМС-систем на российском рынке. 29% в количественном выражении по результатам независимого исследования ДСС-консалтера. Опыт более 180 проектов в области логистики. Занимаемся ВМС-системами с момента зарождения этого рынка в России. Устойчивость компании, сбалансированный бизнес, большая команда. Более 50% сотрудников работают более трех лет. В проекте участвуют логисты, кураторы, архитектор, тестировщики, специалисты по сетевым технологиям. Служба сопровождения работает после завершения проекта внедрения по его развитию. Статус разработчика. Центр инновации, существующий в компании, занимается постоянным совершенствованием продуктов, выпуском новых релизов, выходом новых версий продуктов. Проектная технология, гарантия качества и минимизация рисков для заказчика. Мы работаем по стандарту ISO 9001. Комплексность услуг, консалтинг, подбор, настройка оборудования, обучение, подбор и внедрение ПО, сопровождение. И все это про нас. Компания существует на рынке около 17 лет. Основная компетенция это внедрение решений по автоматизации различных разрезов деятельности компании. От управленческого до оперативного учета. От IT-консалтинга до сопровождения. Многие наши решения ориентированы на потребности крупного бизнеса. Мы понимаем потребности и особенности этих компаний и умеем с ними работать. В нашем портфеле есть решения для сложных информационных систем. Это работа с норматива справочной информации. Это документы оборот. Это консолидация отчетности. Это работа с высоконагруженными системами. Это удаленное сопровождение клиентов. Среди наших заказчиков много компаний разного уровня. Есть множество способов измерить успех своей работы. Количеством проектов, количеством клиентов, пришедших по рекомендации тех, с кем мы уже работали, мы предпочитаем иметь свой успех успехами своих клиентов. Многие из них сделали свой бизнес более эффективным благодаря нам. Являясь инновационной компанией, компания «Овсилот» всегда ищет лучшие технологии для своих решений. Многие наши решения базируются на миксе различных технологий. Так какие же цели и задачи автоматизации склада? Исходя из положения склада в цепочке поставок, мы можем сформулировать ту главную цель, которую преследует склад в своей работе. Оказание услуг складской обработки для компаний или внешних клиентов с согласованным уровнем качества и с минимальными затратами, возможными для данного уровня сервиса. Хочу обратить ваше внимание на то, что для каждого склада существует свой уникальный баланс между требуемым уровнем качества услуг и затратами, которые необходимы для поддержания данного уровня. Такой баланс обычно диктуется в стратегии компании, которые транслируются в стратегию склада через систему KPI. Если компания стремится конкурировать на рынке за счет низких цен, то и склад должен снизить свои затраты до минимума, поддерживая среднее качество услуг. Если же компания делает акцент на тесной связи с клиентом, то склад может себе позволить более высокие затраты, чтобы обеспечить покупателям тот необходимый уровень сервиса, который они готовы оплатить. Стратегия склада отражается на тех организационных технологических решениях, которые принимаются при его автоматизации. А сейчас я хотел бы передать слово моему коллеге Мантуру Сергею. Добрый день. Меня зовут Мантуров Сергей. Я ведущий консультант логистического направления компании Axelot. Хочу сказать спасибо большое Алексею Завьялову за прекрасную презентацию и принять у него эстафету по проведению нашей презентации. Я вам сегодня расскажу о специфике внедрения WMS-систем на складах охлажденной и замороженной продукции. В первую очередь хотел бы сказать о том, что проблемы и потребности складов охлажденной и замороженной продукции по большей части совпадают с основными проблемами, с которыми приходится сталкиваться к каждому складу, не имеющему WMS-систему. Выделим основные. В первую очередь, это высокая сложность контроля собственных затрат. Во-вторых, это штрафы и пении из-за ошибок товарообработки. В-третьих, необходимость подготовки специализированной документации и отчетности, а также отсутствия прозрачности в работе склада, как для самой компании, так и для поклаждателей, которым она оказывает услуги. А также те вызовы, с которыми приходится сталкиваться компаниям при переезде на новые высотные складские комплексы. Однако, существуют ярко выраженные особенности, с которыми приходится сталкиваться при автоматизации низкотемпературных складов. Например, ведение учета в зонах с различными температурными режимами, строгий контроль температурного режима при погрузке и разгрузке, учет сроков и условий хранения каждой группы товаров, климатический мониторинг на складе, а также сложности выбора технологий работы в условиях низких температур. Отдельно хочется выделить те сложности, с которыми приходится сталкиваться с 3PL-оператором. Для них характерно наличие специфичных услуг, таких, например, как доза морозка продукции. Также зачастую стоимость услуг хранения отличается в зависимости от температурной зоны. Тоже является одной из проблем. Ключевую роль в автоматизации склада играет определение топологии складского комплекса. Склад, как правило, разделен на физические зоны, в которых обработка товара подчиняется определенным правилам в зависимости от конструкции стеллажей, а также используемое оборудование, планировки помещений и температурного режима. Благодаря гибкому функционалу нашей системы, возможно логически разделить склад под любые требования. Например, выделить зоны хранения для различных поклаждателей или разделить склад по температурным зонам. Также на уровне топологии склада возможно настроить составные перемещения с использованием буферных и транзитных зон. Например, размещение товара в мезонин с применением грузового лифта и так далее, другие различные транзитные перемещения. Характерной особенностью низкотемпературных складов является то, что обрабатывается по большей части весовой товар с ограниченными сроками годности. Для удобства обработки каждого товара в системе возможно настроить различные разрезы учета на демократуре. Например, учет товара по поклаждателям, учет различных типов упаковок, в том числе упаковки с нефиксированным весом, учет товара в зависимости от требуемого температурного режима, будь то охлаждение или заморозка. На любом этапе грузообработки может быть проведена процедура контроля качества, для чего в системе реализован функционал, позволяющий оперативно отражать такие изменения как в ручном, так и в автоматическом режиме. Наша система является параметрически настраиваемой. Все стратегии выполнения складских операций определяются на уровне галок, которые настраиваются пользователям. Так, например, с помощью бизнес-схемы, проиллюстрированной на данном слайде, мы можем настроить последовательность выполнения операции на этапе подготовки заказов. Здесь мы определяем, будет ли выполняться контроль и упаковка отобранного товара, куда ввести товар и что в результате отбора нам необходимо делать. Любые события или действия в системе могут инициировать ряд последующих действий. Например, обнаружили брак, создалось перемещение в выделенную зону брака. Правильный выбор настроек системы, сделанный на стратегическом уровне, позволяет руководителю далее максимально переложить процесс принятия решений на операционном уровне с плеч персонала на ВМС-систему. Один и тот же процесс, например, по приемке товара, на разных складах может обрабатываться по-разному. В случае со складами, оказывающими 3PL-услуги, может и для каждого поклаждателя отдельно. Функционал подсистемы стадии процессов обеспечивает задание этапов обработки входящего потока и позволяет удовлетворить потребности любого склада. Для каждого поклаждателя мы можем определить, будут ли проводиться на складе такие операции, как маркировка, взвешивание, замер температурного режима и другие дополнительные операции, которые мы можем выполнять при приемке. Также мы можем определить на уровне стадии процессов, требуется ли принимать товар в режиме кроссдокинга или, может быть, к поставке будет применен доверительный режим, при котором не требуется пересчета содержимого. После приемки товар подлежит размещению. Товар может размещаться на склад по факту завершения пересчета всей поставки или по завершению приемки каждого контейнера, что особенно важно для товаров с низкотемпературным режимом хранения. Конечная ячейка может определяться самостоятельным выбором кладовщика с терминалом либо автоматически при помощи стратегии размещения. Автоматическое планирование размещения товара на складе обычно выполняется на основании следующих данных. Анализ АБЦ класса товара, анализ необходимого режима хранения, будь то заморозка, охлаждение, либо какие-то дополнительные зоны склада. Анализ наличия аналогичного товара на складе, анализ срока годности, анализ весогабаритных характеристик принятого товара, ну и учет специфики типов стеллажей на складе. При размещении контейнера с товаром производится контроль вместимости ячейки по количеству контейнеров в высоте контейнера, а также контроль вместимости контейнера с товаром по массе. Я уже говорил о настройке входящих процессов. Также по аналогии мы можем настроить и исходящие процессы детально для каждого поклаждателя или клиента, которые получают товар с нашего склада. До начала выполнения работ на складе заказы на отгрузку могут быть объединены. Существует несколько способов объединения заказов. Приведем пример, такие как волны отбора. Отбор, отгрузка заказов в волне выполняется по определенным временным окнам. Следующий вариант объединения – это рейсы. Объединение товара выполняется по маршрутам доставки. Также можно выделить такое объединение товаров, как группы отбора. На уровне групп происходит консолидация задач по отбору однотипных товаров. Благодаря функционалу по настройке исходящего потока можно детально определить, какие операции с товаром необходимо выполнить до его отгрузки. Например, такие операции, как взвешивание, упаковка, печать каких-то дополнительных маркировочных листов, замеры температур как во время отбора, так и во время отгрузки товара. Отбор товара для заказа выполняется на основании заранее заданных стратегий отбора. При планировании товара к отбору система учитывает все основные данные, о которых мы уже говорили. Например, температурный режим, либо срок годности товара. Для минимизации времени на отбор товара, а также для полного удовлетворения потребностей по заказу, в нашей системе предусмотрены различные способы отбора товара. К примеру, следующее. Может выполняться отбор товара по заказу, выполняться отбор товара по рейсу. Есть такой специфичный вариант отбора, как кластерный отбор, в котором отбор производится в заранее подготовленную тару по нескольким заказам одновременно. И также можно выделить групповой отбор. В системе реализован мощный аналитический функционал, позволяющий рассчитать плановое время сборки заказа, а также давать рекомендации по рациональному использованию ресурсов. Помимо тех операций, о которых я рассказал, есть и другие, никак не связанные с входящим или исходящим потоком. Выделю некоторые из них. Например, контроль качества и работа со статусами товара, которые могут выполняться на основании стратегии изменения качества или по инициативе сотрудника. Следующая операция – это подпитка. Подпитка активной зоны отбора. Она также может выполняться как на основании событий в системе, так и по инициативе сотрудника склада. Ну и такие традиционные операции, как перемещение товара по складу. Перемещения могут выполняться также по инициативе сотрудника, или могут создаваться задания в системе, которые сотрудники потом будут выполнять. Еще есть интересный вид операции – это сборка-разборка комплектов, которые предусмотрены в нашей системе. На складах с охлажденной и замороженной продукцией мы рекомендуем использовать отбор с применением голосовой технологии или voice-пикинг. Данная технология позволяет работнику склада поддерживать непосредственный голосовой контакт с задаваемой системой в процессе выполнения заказа. Основным и главным преимуществом технологии голосового отбора являются свободные руки сборщика, которому не нужно держать в руках терминал или бумажный носитель. Технология voice-пикинг позволяет значительно повысить точность и оперативность выполнения заказов, что благоприятно сказывается на общей производительности работы склада. Учитывая специфику работы на складах с охлажденной и замороженной продукцией, не для всех процессов удается использовать общепринятые инструменты. Так, например, на участках глубокой заморозки использование сенсора экрана терминала сбора данных очень затруднительно. Функционал нашей системы позволяет задавать сочетание горячих клавиш на терминале сбора данных для настройки часто используемых операций, что исключает проблему работы сенсорных экранов в условиях низких температур. Однако не только терминалы сбора данных, но и Wi-Fi точки доступа подвержены влиянию низких температур, что приводит к тому, что ряд складов отказывается от идеи использования беспроводных технологий для работы на складе. Благодаря обширному функционалу стационарных рабочих мест в нашей системе возможно организовать процессы на складе с применением бумажной технологии таким образом, чтобы максимально устранить все недостатки этой технологии. В составе нашей системы широкий аналитический функционал, позволяющий отслеживать данные по всей оперативной деятельности склада. Например, возможно формировать отчеты по остаткам, по движению товара, анализировать заполненность склада, контролировать процессы, контролировать деятельность сотрудников внутри склада. Еще один интересный раздел, о котором хочется рассказать, связан с биллингом операций на складах охлажденной замороженной продукции. Как известно, 3PL-склады, оказывая услуги по обработке и хранению, терифицируют свои операции и выставляют счета на основании выполненных работ. Функционал нашей системы позволяет терифицировать различные складские операции, учитывая специфику складов с охлажденной замороженной продукцией. Например, услуги по замеру температурного режима в транспортном средстве, как на отгрузке, так и на выгрузке товара. Заморозка продукции. Например, тариф на оказание услуги по заморозке палеты на 1 градус. Услуги по обработке товара, имеющего нефиксированный вес короба, с разделением тарифа по весу короба. Например, до 24 кг у нас один тариф, свыше 24 кг у нас следующий тариф. Далее есть такие специфичные услуги, как взвешивание товара. Также можем тарифицировать при помощи нашей системы. Представление информации и истории изменения условий хранения партии на складе. А также хранение в зависимости от температурной зоны. Автоматизация одного из крупнейших холодильных складов класса А – компания Art Logistics. Деятельность компании Art Logistics ориентирована на индивидуальный подход к потребностям клиента и инновационные технологии в области хранения и обработки товаров, что позволяет значительно повысить качество обслуживания клиентов и снизить затраты на логистику. Существенно увеличить скорость и качество подбора и комплектации заказов, оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы на складском комплексе. Складской комплекс соответствует самым высоким международным требованиям, предъявляемым к объектам хранения и распределения продуктов питания. На складском комплексе Art Logistics имеются два отдельных склада ответственного хранения с разными температурными режимами. Холодильный склад – плюс 2, плюс 4 и плюс 6, плюс 8. И морозильный склад – минус 18, минус 24 градусов. Технические параметры складов соответствуют требованиям, предъявляемым складским комплексом класса А. Складской комплекс имеет выгодную географическую локацию, обеспечивающую высокую транспортную доступность. Складской комплекс Art Logistics – один из крупнейших складских специализированных комплексов класса А на юге Московской области. Оказывает полный спектр услуг по ответственному хранению продуктов питания при низких и средних температурных режимах, грузообработке и транспортному сопровождению. Располагает офисными помещениями общей площадью более 2000 квадратных метров с отдельными площадями от 20 до 150 квадратных метров, предназначенными для сдачи в аренду, и уютной столовой для клиентов и сотрудников, работающей круглосуточно. Режим работы складского комплекса 24 часа 7 дней в неделю. Наличие ветеринарного поста на территории складского комплекса. Основной задачей проекта внедрение функционала биллинг, автоматической регистрации операций, осуществляемых на терминале сбора данных, и ручной регистрации операций, опосредованно в относящейся к обработке товара, с последующим автоматическим расчетом данных операций, по согласованным с клиентом тарифам и предоставлению детализированной отчетности клиенту. К опосредованным операциям на складе можно отнести следующие операции. Протерка товара, встречевание товара, реставрация поддомов и т.д. Прежняя ВМС-система зарубежной разработки не имела данного функционала, а попытки доработать данный функционал существенно растянулись по времени и требовали значительных финансовых вложений. Когда стало понятно, что к намеченным срокам внедрить данный функционал не получится, было принято решение сменить текущую ВМС-систему на ВМС-систему, обладающую всей необходимой функциональностью, включая биллинг из коробки. При изучении разных ВМС-систем, предлагаемых рынком, было выбрано решение на базе платформы 1С, а именно 1С-ВМС-логистик управления складом, которое слегка покрывало своими возможностями требования клиента. Но не надо забывать про ограниченные сроки внедрения новой ВМС-системы. Требовалось запустить первого клиента через месяц, с чем специалисты компании Апсилот совместно с сотрудниками клиента с честью справились. Результатами проекта, помимо тех результатов, которые вы видите на слайде, было ли также отгрузка товара по ФИФО, актуальность остатков хранения товара в разрезе мест хранения и аналитики товара по срокам годности, автоматический расчет предоставляемых услуг в разрезе каждой операции, с автоматической выгрузкой расчетов в корпоративную информационную систему для формирования счета за предоставленные услуги. Автоматическая отправка детализированной отчетности по движению товара на e-mail заказчика. Автоматизация склада компании Alligator. Компания Alligator – опытный и надежный дистрибьютор продуктов питания для предприятий сегмента Хорика, оптово-розыночной торговлей на территории России и страны СНГ. Компания была основана в 1995 году и за эти годы завоевала лидирующие позиции на рынке поставок продуктов питания. На сегодняшний день компания Alligator обслуживает более 3000 предприятий торговли и общественного питания различных форматов. Филиалы компании находятся в Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярск, Новосибирск, Краснодар, Ангарск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сургут, также в республике Казахстан, Алматы и Астана. Компания Alligator располагается с современным автоматизированным мультитемпературным складским хоплексом, специально спроектированным для хранения продуктов различной категории. Многофункциональный логистический терминал рассчитан на 33 тысячи палета мест и позволяет хранить более 30 тысяч тонн продукции. Санитарные нормы и температурные режимы хранения от глубокой заморозки до охлажденных и свежих продуктов питания. Скласской комплекс оборудован системой контроля влажности. В собственности компании специализирован автопарк, состоящий из автомобилей Volvo, MAN и Toyota грузоподъемности от 1 до 20 тонн для обеспечения оптимальной температуры хранения при транспортировке. Автомобили оборудованы велосипеджератами, многозональными температурными отсеками. Вся работа во всех филиалах компании ведется в одной корпоративной системе, которая находится в Москве. Требуется соблюдение правила тяжелое вниз, легкое наверх в операциях отбор. Требуется тщательно упаковывать филиальные заказы, чтобы реализовать эффективную работу бизнес-процессов, кроссдокинга, филиалах компаний. Инвентаризировать товар можно как по определенным зонам, так и по группам товаров или по единой позиции, что значительно сокращает время проведения инвентаризации и снижает трудозатраты персонала. До внедрения системы не было контроля срока в годности товара. За время использования системы от начала запуска в промышленную эксплуатацию за счет уменьшения просроченного товара, вложенные средства в стремитизацию склада, складского комплекса, покупились полностью за 10 месяцев. Система контролирует поступление товара по срокам годности. Если товар поступил со сроком годности меньше, чем согласован в договоре поставки, Система сигнализирует о нарушении. Товар планируется к отбору по принципу ФЕФА. Первый истекает, первый выходит, с учетом удаленности филиалов и клиентов. Для ВИП-клиентов, которые предъявляют более жесткие требования к срокам годности, не менее 80 до окончания срока реализации, система планирует товар к отбору с учетом данных требований. Автоматизация складского комплекса «Первомальский». История компании ООО «Первомальский хладокомбинат» началась в 2008 году. Группа учредителей одной из ведущих торговых компаний на российском рынке в области замороженных продуктов питания с более чем 15-летней историей приняла решение инвестировать денежные активы в развитие инфраструктуры складского хранения Московского региона. На основе анализа конъюнктуры рынка складских услуг в сфере низкотемпературных комплексов было принято решение выбрать Коломенский район как один из самых перспективных развивающихся центров Московской области с удобной для региональных и столичных клиентов транспортной доступностью. Комплекс представляет собой современное сооружение с продуманной логистикой двора охраняемым периметром, оснащенным передовыми системами видеонаблюдения и контроля. А помимо задач проекта, перечисленных на данном слайде, клиент изъявил желание внедряться поэтапно. Сначала бумажную технологию, а после опробирования внедрить технологию штрих-кодирования. Помимо задач, указанных на данном слайде, решена задача по эффективному использованию мобильных стеллажей в операции размещения и отбор. В момент планирования операции, размещения или отбор, система учитывает доступность того или иного прохода, размещает или отбирает товар в открытых на момент планирования стеллажах. Компания Global Foods В течение многих лет является одним из лидеров российского рынка поставок продуктов питания и сопутствующих товаров в сегменте хорика. Кафе, ресторанов, кетеринг. Компания имеет устойчивый авторитет не только в Москве, но и по всей стране. В настоящее время представители компании работают в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Челябинске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Владимире. Помимо достигнутых результатов, указанных на слайде, После внедрения в ВМС-системы компания получила прозрачную информацию по причинам расхождения остатков в корпоративной системе по отношению к ВМС-системе. Выявили причины данных расхождений и успешно их устранила, теперь тем самым улучшив коммуникацию между сотрудниками офиса и работниками складского комплекса. Также компания «Аксилот» осуществляет проекты и по странам бывшего Советского Союза. Компания «Словена Люкс» – крупнейший импортер-производитель и дистрибьютор продуктов питания в Молдове. Компания является монополистом на рынке пищевой продукции среднего ценового диапазона. А я хотел бы сказать спасибо Алексею за подробное описание запущенных проектов и, подводя итоги нашего вебинара, хочется выделить основные преимущества внедрения 1С в ВМС-логистику управления складом. А именно, благодаря нашей системе увеличивается прозрачность в работе склада, это достигается за счет гибкой настройки процессов, возможности учета товара по различным моделям учета, а также благодаря подробной аналитической отчетности, широким интеграционным возможностям, которые позволяют настроить обмен с любой системой учета. Отдельно хочется выделить функционал, позволяющий без труда работать на складах с охлажденной замороженной продукцией, а именно гибкий функционал по настройке перечня услуг, возможности работы с весовым товаром, организации топологии с учетом температурных зон, а также возможности контроля температурного режима на всех этапах грузообработки. Продолжение следует...